Турция прекрасна, и купив одну из горящих путёвок, ты оказываешься в раю. Встречаешь рассвет из Средиземного моря, пробуешь всё, что только увидишь на шведском столе. Купаешься в кристально чистой воде в долине между горами, поросшими сосновым лесом и пальмами. Опять пробуешь всё, что только увидишь, и провожаешь закат. А на следующий день снова встречаешь рассвет. Пробуешь всё, что только увидишь, купаешься в море в долине между горами. Опять пробуешь всё, что только увидишь, и провожаешь закаты. И ещё через день рассвет, завтрак, пляж, ужин, закат. И так неделю, а потом самолёт, и ты дома с однообразными воспоминаниями. Ну что если сбежать и открыть для себя настоящую Турцию? Что если пойти вдоль пустыни из соли, забраться на кратер вулкана, а потом на хлопковую гору? Встретить осень высоко в горах или наслаждаться летом у Средиземного моря? Всматриваться в яркие горные реки, в глубокие каньоны и на скалистые вершины Турции? Удивляться монастырю, вросшему в гору, причудливым ландшафтом, сотням воздушных шаров в небе. Почувствовать себя муравьём в огромном термитнике. Проехать через мост, соединяющий два континента, и потеряться в 15-миллионном Стамбуле. Да, это будет круче. Но так перемещаться я могу только на видео. А в реальной жизни мне понадобится машина. Первым нашим местом будет Марморис. С древнегреческого сияющий. Всего 40 лет назад это была обычная реполовецкая деревня, а теперь известнейший курорт в Европе и странах СНГ. Он растянулся на километры вдоль набережной. Чистая вода, высаженные пальмы, белые домики с черепицей. Да, здесь далеко не турецкий город. Чувствуется просто Греция. Прекрасные растения, узкие улички, всё каменное. Очень много котиков и белые и синие здания. Это самая красивая улочка, которую я видел за всю свою жизнь. Удивительно, но многие, кто отдыхает здесь, никогда не исследовали сам город. До нашей эры, основанный корейцами, он назывался Фискас. Уникальный и уютный городок с населением в 30 тысяч людей соединил в себе лучшие с греческой и турецкой культурой. В 180 километрах от Мармориса находится каньон Сакликент, высота которого составляет около километра. Огромное ущелье, по которому протекает река Эшен. Вау, он такой высокий, аж голова кружится, когда вверх смотришь. Вода очень холодная, ноги сводят просто в секунды. Поэтому далеко я не прошёл. Совсем рядом расположен один из лучших пляжей в мире. Голубая лагуна Валеденизе. Здесь просто необыкновенный синий цвет воды и белоснежный пляж. Словил себя на мысли, что подумал, что этот пляж дикий. И думаю, почему же так? А потом понял, что здесь нету отелей. Это действительно редкость для Турции. Субтитры сделал DimaTorzok На неё ведёт Ликийская тропа. Один из самых живописных маршрутов в мире. Люди со всех стран летят сюда, чтобы идти пешком 540 километров в течение 6 дней, проверяя себя на прочность. Но самое главное, ради чего мы здесь, это экстремальное туристическое впечатление. Параглайдинг. Турки набирают людей, везут на автобусе на самую вершину и позволяют прочувствовать настоящую свободу. Спуск с горы занимает минимум полчаса. За это время вы пролетаете сквозь облака. Любуетесь прекрасным закатом и ярким цветом воды. Парите над горами. Ну и конечно, есть возможность сделать экстремальные трюки и почувствовать себя вновь живым. КОНЕЦ ФИЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Ну а Леденис лишь курортная деревня, а основной город Фетхи. Отсюда начиналась территория древней страны Лики. До сегодня остались эти вырезанные в скалах надгробные памятники. Гениальное архитектурное произведение, проникнуты духом истинного греческого искусства. Вау, я такое видел только в Йордании на картинках и думал, как же круто видеть это вживую. Но я не знал, что всего в десятках километров от Анталии, от Мармориса есть такое красивое место, точно такое же. И вдруг в 18 веке землетрясение и пожары разрушают Фетхи. Этнические греки решили создать новый городок неподалеку, чуть южнее. Но и тут спокойствие они не застали. Греко-турецкая война, о которой мы еще поговорим, массовая депортация и убийство превратили новоиспеченный городок в призрак. Турки Фетхи восстановили, а кайкей оставили на разрушение природе. Церкви, аптеки, школа и три с половиной тысяч домов, где могли бегать дети, отдыхать туристы и пить греческое вино. Не будем грустным, лучше покажу мое любимое место здесь, где скалы, раступившись, создали прекрасный пейзаж, который могла придумать только природа. Белоснежное побережье, омываемое лазурными водами Средиземного моря. На закате это место выглядит еще более невероятным. Бирюзовый цвет воды в сочетании с закатным оранжевым. Когда-то на этом месте было много бабочек, теперь от них осталось только название. Долина бабочек. Спуск со скал запрещен и очень опасен. Туда можно добраться только на катере. Итак, время выдвигаться на север. Чудесной горе, сотканной из хлопка. Просто ослепляющая белизна. Объект всемирного наследия площадью в тысячу гектаров. Что это такое, блин? Я что, на горнолыжном курорте каком-то? Тяжело смотреть, блин, без очков. Все гора белая. Ладно, конечно же, не из хлопка, а из травертина. Термальные воды, насыщенные кальцием, стекают с 200-метрового холма и украшают ландшафт белоснежными минералами. Вроде все эти люди мешают изначально, когда смотришь на эти травертины. Но когда заходишь сюда, просто забываешь о всем, о всех. И удивляешься этим формам очень странным и прекрасным цветом. Проехав 400 километров за день, хотелось просто упасть в мягкую кровать и не вылазить из нее пару дней. По-моему, увидеть по Муккале проехать 400 километров по Турции и еще раз есть какой-то донор из маркета. И запить это мандариновым пойлом намного лучше, чем любой алл-инклюзив. Нет. Но с утра силы вернулись. Как только я вспомнил, куда же мы едем. Это все просто ослепляет. Не цепь за чпок. Только посмотрите на эту бирюзу. Чистая вода, насыщенная минералами и белоснежный песок напоминает Мальдивы. Но билет в рай стоит недешево. Чтобы зайти в воду, необходимо пробраться сквозь пластичную глину. Весь этот цвет – это глина. Просто небольшим слоем залито водой. Из-за этого кажется, что тут прекрасный пляж. Но на самом деле это все глиняное. Я весь в глине. Все ноги, все руки, все шорты. Очень важно не упасть в нее. Ведь белоснежный налет после не входил в наши планы. Зато наблюдать за людьми, которые загрузили в глине – приятный бонус этой локации. Как бы не хотелось еще полюбоваться таким цветом, но время ехать дальше. В огромный курортный город у берегов Средиземного моря. Анталию. В сезон количества людей из одного миллиона удваивается до двух. Невероятный микс культур древнейших цивилизаций хетов, ликийцев, Римской империи, христианской Византии, мусульманской Турции. И все это сохранилось в старой части города Каличи. Как будто в каком-то старом христианском городе только поет здесь мусульмане. Мы взяли отель в старом центре города и здесь очень узкие улички. Мне пришлось везти машину прямо к отелю. Он расположен где-то на горе. Блин, я думал, я сейчас поцарапаю все, задавлю людей. Выбегут местные, начнут меня бить. Такой стресс чувствую прямо как-то просто хочется заснуть. Разминуться в уличках Анталии с грузовиком. Это просто кошмар. Это мой страшный сон. Каждый ресторан играет свою музыку, приглашает музыкантов. И прекрасные такие мелодии звучат именно. Аутентичные, и их турецкие. Очень приятно здесь гулять. А длиннейший пляж 7 километров растянулся от острых скал до высочайших гор выше 2000 метров. Это один из самых красивых пляжей, на которых я был. Чистейшее Средиземное море. Одно из самых соленых в мире. Просто выталкивает тебя наружу, и открываются прекрасные пейзажи высочайших гор. Всего за 20 лир человека можно забраться на гору и посмотреть на всю Анталию. Субтитры создавал DimaTorzok Совсем рядом расположен каньон Киприлю. Неплохой. Очень чистая вода. Возможность поравтить, искупаться. Красивый мост, который построили еще римляне. Но он просто меркнет перед каньоном Тази. Расположенном чуть выше. Его пропасть достигает 400 метров в саму бездну. Какой массивный каньон. У меня аж коленки трусятся, когда смотришь вниз. Где течет чистая, холодная горная река. Подходить к краю очень страшно. Но именно так можно прочувствовать всю мощь этого места. Мы не ожидали такого увидеть в Турции. Таких масштабов. На видео, фото. Я видел, но когда ты стоишь там, когда летишь дроном. Это совсем другое чувство. Ради которого готов ехать на другой край земли. Пришло время прощаться с турецкой ривьерой. И выдвигаться дальше. В место, которое образовалось 60 миллионов лет назад. В результате извержения множества вулканов. Благодаря излиянию лавы, все покрылось туфом и базальтом. А после эрозии и выветривания сделали невероятно будто лунные ландшафты. Я будто на какой-то другой планетке иду. Усеянные каменными столбами высотой до 40 метров. Которые можно встретить на всей планете только здесь. У меня просто нет слов, какую же красоту создала природа. Вот просто ветер дует и разрушает эту всю породу. Теперь она выглядит настолько круто. Мы с людьми пообещали себе остановиться, фоткать, снимать видео. Но мы не можем, потому что боимся, что забудем всю эту красоту. Но люди сделали не менее важный вклад в уникальность этого места. Сначала ранние христиане выбили свои монастыри и начали жить в скалах. Это просто какое-то воровство. За 130 евро нас поселили в какую-то скалу, в какую-то пещеру. Здесь потолки обшарпаны. Все какое-то такое ветхое. Не знаю. Шторы такие. Шучу. Конечно же, это круто, блин, жить в скале, как первобытные люди. И находиться, прочувствовать все это тоже, что чувствовали жители местные, там, не знаю, 3000-4000 лет тому назад. На протяжении столетий они совершенствовались в познании религии и передавали православие Грузии и Армении. После захвата Османской империи и исламизации региона атмосфера сохранилась. До сих пор гуляя по этим уличкам, чувствуешь себя вокруг огромных термитников, в которых живут и трудятся турки. Но весь шарм Каппадокии можно познать только в солнечное безветренное утро на рассвете, когда в небо поднимаются наполненные горячим воздухом шары. Слышите этот гул? Это звук утренней Каппадокии. Мы встали очень рано и приехали на точку рассвета. И сейчас, по идее, должны встать шары, выйдет солнце из-за этой горы. Мы видим вулкан Эджиас. Из-за шаров вся долина Росс усеяна как будто какими-то гирляндами. Вау, как же круто, как же круто, как же круто! Сколько их я первый раз в жизни вижу, столько воздушных шаров. И это проходит каждый день на протяжении всего года. Какой-то бесконечный фестиваль. В Каппадокии это называют опыт на всю жизнь. И мы готовы пойти на него, полет на воздушном шаре. Боже, какой же он красивый! Мы просто естся все на скалы. Боже, какой-то бесконечный фестиваль. Баллоны fly every morning. Но в этот период, когда пандемия, максимум 60 баллонов, 35 баллонов. Это нормально, но это нормально. Тысячу метров. Люда сумасшедшая. Я посчитал все шары примерно где-то 58, он говорит почти 60. 50. 50? Все-таки самое крутое это ходить прямо между этих шаров. Когда они прямо возле тебя только начинают взлетать. Они такие огромные. Сейчас год коронавируса. И все равно здесь очень много людей. Люди приезжают, фоткают свадьбы. Люди приезжают, фоткают пикники. Люди приезжают, просто фоткаются на телефоны. И куча шаров. И ты видишь, какое между ними пространство. Каждый крутится, перемещается вниз, вверх, вниз, вверх. Очень красиво. Просто везде какое-то действие происходит. Все радуются, все здороваются, все машут, все пибикают. Все дают там, не знаю, побольше огня. И посмотрите, сколько здесь денег. Сколько здесь в полете только летает евриков. 130 евро стоит с одного человека полет на шаре. На самом деле Каппадокия безумно заезженное место. Очень туристическое. И изначально мы отнеслись к нему с долей скептицизма. Это огромный бизнес, конвейер, где деньги делаются буквально из нагретого воздуха. Давайте подсчитаем, насколько же предприимчивы турки. Цена одного человека в корзине минимум 70 евро. Вот таких там 20 человек. В среднем летает 150 шаров. В итоге 210 тысяч евро ежедневно поднимаются на часик встретить рассвет. Фестиваль длится 365 дней в году. Исключим 165 дней за нелетную погоду. Получаем 200 рабочих дней и ежегодный приток в 42 миллиона евро в экономику Турции. Звучит неплохо. Но за всем этим стоит огромный труд. Ведь одна корзина стоит 50 тысяч евро. Плюс затраты на содержание. Зарплаты в 2-3 тысячи долларов. Годы обучения пилотов для безопасного маневрирования максимально близко к скалам. Слаженности действий всей команды в воздухе и на земле. Наш пилот настолько профессионал, что... Прямо на прицеп садишься. Они все садятся на прицеп. Это просто безумие. Как это сделать? Я был 10 лет в Каппадокке. В 2-3 тысячи долларов. Я был ученый. И в первом году я был маленьким баллоном. Всего года, маленький, 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 маленький. И теперь я летаю с баллоном. И я ученый пилот. После того, как сядут все основные шары с туристами, взлетают учебные шары. Аэронавтик ассоциейшн на них написано. Они привязаны таким вот тросом, чтобы далеко не улететь. И пилоты обучаются этому непростому делу. А здесь делают настоящее каппадокийское вино. Гроздья винограда лежат прямо на земле и украшают всю долину. Ммм, какой сладкий. Вау. Обожаю турков. Они настолько все приветливы. Просто всем делятся виноградом. Очень гостеприимные. Всегда улыбаются. Они все возраста. Не важно, кто. Всегда рады туристам. Очень-очень приятные люди. Я не ожидал такого от турков. Я думал, они все злые. И не знаю, почему у меня такая ассоциация была. Полностью разбил все какие-то ложные ожидания о них. Хереке. Хереке. Да. Хереке был известен однаменский палец. В период однаменского импирая. И до 1920-х, общество не позволило использовать эти типы. Это было только для рождества. После основания Туркской республики, люди позволили использовать и сделать эти типы. Туркской республики. Но раньше это было только для рождества. Это очень сложно производить. Это один из лучших туркских республиков. Потому что туркские республики двойная. В остальном мире, они одинаковые республики используются. Добойная республика, что республика очень резистент. И это тоже больше времени, потому что они двойная республика не нужна. Вот такие вещи примерно четыре месяца. И где производится? В Ереке. Ереке рядом с Истанбулом. Ереке было очень много лет. Ереке был в 1843 году в 1843 году. Первый в Ереке в 1843 году в Ереке был открыт. Салтаном Абдул-Меджит. И первый в Ереке, который вышел из этих львов, был передавлен немецкий кайзар Виллем II. Это один из известных турки. Такое такое – 1,700 USD. Перед знакомством с Каппадокией мы ехали уставшие с Анталией всю ночь. И когда я открыл глаза в 5 утра и увидел множество огромных шаров, в которых загоралось пламя в окружении необычных ландшафтов, я сразу понял, что это место не может не зацепить. Когда ты живешь в пещере, тебе все равно на туристический поток. Ведь проснувшись в 4 утра, можно бродить в поисках лучшего места для рассвета под звуки Каппадокии. Можно бежать по скалам, можно гулять среди долины роз или кушать виноград в долине любви. Можно попытаться дотянуться до скал с воздушного шара, пожелать доброго утра пещерным людям, прокричать им это, подняться на высоту тысячу метров на этом же шаре, а потом провожать закат и ощущая себя на каком-то Марсе. Особенно чувство Марса было на этой дороге. По ней мы ехали, чтобы понять, насколько серьезной была вулканическая активность в этом регионе. Блин, я на Марсе каком-то. Ступив на самый большой эстратовулкан Малой Азии высотой почти в 4 километра, Эрджияс, я не обнаружил ни одного дерева, лишь горнолыжный подъемник, мечеть, дорога и, как оказалось, холодный ветер. Еще вчера в Анталии мы с Людой сгорали от жары, а сегодня на мне две пары стынов и мы на высоте 2200 метров. Сейчас где-то 11 градусов, здесь очень холодно. Он выше облаков и мы сейчас едем в эту неизвестность увидеть, возможно получится над облаками. Поднял нас подъемник всего на 200 метров, все в облаках, к сожалению, выше мы не поднялись. Идти вверх можно, но очень сильный ветер, мы как-то не подготовились к такой погоде. Ни термобелье, ничего не взяли, поэтому попробую с дрона увидеть красоту. Эрджияс обожествляли, чеканили на монетах и рисовали на скалах. И после полета на дроне я понял почему. Музыка Такая эволюция повлияла и на водоемы. Озеро Туз яркий представитель уникальности этого региона. Площадь более полторы тысячи километров, оно наполняет тектоническую впадину. Это второе по величине озеро в Турции и одно из самых соленых озер в мире. Оно настолько соленое, что когда озеро пересыхает, остается слой в полметра и напоминает пустыню. Реально соленое. Туркам ничего не остается делать, как просто лопатами грести эту соль и закрывать потребность всей страны на 70%. Музыка 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 Очень вкусный для твоего тела. Но мы берем это и смешиваем. Вы можете это съесть. Мама берет и смешивает. Потом мы его поднимем в солнце. Мы его сжимаем. И мы можем это съесть. Для приготовления. Но когда мы его берем в соль, мы собираем наше тело. Мы собираем наше тело. И сделаем здоровый дом. Это очень красиво. Когда вы берете его в дом. Вы знаете, что это можно. Когда мы приехали на озеро, было еще очень светло. Поэтому мы просто сидели и наслаждались минималистичными пейзажами. Когда солнце начало приближаться к горизонту, мы пошли по воде над слоем соли. Без тапок это оказалось безумно болезненным занятием. В грациозной походке не получилось. Но виды розового, бескрайнего озера на закате стоили такого испытания. Субтитры создавал DimaTorzok И вот мы подъехали к самому красивому вулкану Турции. И поняли насколько человек влияет на экологию. Четыре миллиона лет назад, извергнувшись в Мекке, создал вокруг себя прекрасное озеро. Но из-за сельского хозяйства и использования грунтовых вод, оно высохло, оставив лишь минералы после себя. Его не спасло даже звание природной памятки. Фу, я не знаю зачем, мы перлись столько, поднимались по этим сыпучим просто, сыпучим кратерным пескам. Но я надеюсь это все не зря, и мы сейчас специально не смотрели, а достал камеру. Сейчас будет наше первое впечатление. Стремно. Стремно? Да, я думал будет более масштабней. Но этот вулкан сзади добавляет, добавляет красоты. И такой минимализм везде. Нет ни одного дерева. Очень тихое место, спокойное, красивое. Нет ни души. Ты просто сам со старым вулканом. И с видом на другие вулканы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сейчас встретили местного, он предлагал нас поднять на этот кратер на своем осле. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Боже, бедные сел. Все эти горы часть протяженного массива. Цепи вдоль юга Турции. Они называются Тавры. Чтобы увидеть их во всем величии, мы приехали в... нигде? Да, именно так и называется город и регион в Турции. Вершина Демирказик. Наверное, самая красивая часть хребта. Вау, она выглядит просто как на картинках каких-то. Особенно, когда подсвечивается солнцем. Чтобы на нее забраться, людям нужны какие-то веревки. Очень тяжелый туда подъем. Нигде та еще дырища, но эти горы, эти прекрасные горы делают из нигде где. И прямо у подножья живут люди, каждый день любуясь их красотой. Нигде лучшее место работы. Следующая Tack件щик. звук с мечети доходит в эту долину отбивается от скал и создается такой интересный очень голос очень глубокий как будто горы поют Турция впитала в себя многие народы которые проживали на ее территории веками и для того чтобы защитить свою целостность пошла на тропу исламизации депортации и уничтожения помните город призрак возле Фетхия это результат греко-турецкой войны сам термин геноцид был придуман на основе убийств и депортаций против армянского населения в Турции но есть еще один народ у него нет своей страны они очень целостны и устраивают постоянные террористические атаки дестабилизируя страну это курды живут по всей территории страны в основном на юго-востоке мардин является домом для них и мы попытаемся прочувствовать эту культуру все турки говорили нам быть осторожными не выходить ночью но местные встретили нас очень доброжелательно при выходе из аэропорта к нам подошел сотрудник безопасности этого региона он спросил откуда мы прилетели как долго останемся где мы уже были подписался на youtube канал сказал что тоже хочет путешествовать и нашел нам такси по хорошей цене очень было круто дружелюбно но свою задачу он выполнил он присматривает за тем чтобы никакие плохие парни не делали тут ничего плохого с первых минут город переносит в какую-то средневековую арабскую атмосферу и салон и салон и салон жить в каменных домах нас поселили в каменном доме я буду в каком-то замке здесь высокие потолки поэтому гуляет эхо очень атмосферно выбираться на крыше провожать закаты протискиваться через узкие улочки виды на северные равнины сирии и скалистая местность все это манит лететь километры навстречу мардину именно так мы и попали сюда просто из-за фотографии этого места на самом деле просто люда увидела это место в марконе и и захотелось увидеть это своими глазами этот прекрасный закат и я сам его сейчас вижу понимаю что весь этот путь проделал не зря прекрасный город который слоями наслаивается на гору и равнины сирийские равнины рядом с нами сидел парень который тоже увидел видео этого места и летел через всю турцию просто чтобы провести солнце за горизонт мы разговорились и он оказался курдом я спросил могу ли я снять с ним видео чтобы он побольше рассказал но он сказал что это больная тема для турции и лучше ему не показывать свое лицо за камерой он объяснил что язык и культура курдов подавляется во всех возможных местах школе университете радио телевидении отношения курдом неравное среди турков и это очень мешает ему жить из пустынных пейзажей мы прилетели к месту о котором я задумывался еще с детства когда на пляже черного моря всматривался в ту синюю неизвестность думал а что же там по ту сторону вот здесь где высокие панкийские горы растянулись на сотни тысяч километров яркое солнце черепица и плантации чая здесь расположилась самое настоящее чудо православной конфессии панагия сумела это монастырь выросший на меловой скале полторы тысячи лет назад со стороны он выглядит как из какой-то загадочной сказки внутри древние росписи красивые виды из окон и атмосфера прошлых веков а а Но нам с Людой безумно интересно было увидеть природу этой местности. И мы выдвинулись к высочайшей вершине Понтийских гор. Путь был длинным. Проехав 120 километров вдоль Черного моря, мы не нашли ни одного курорта или даже пляжа. Зато по другую сторону нас сопровождали чайные плантации, красивые дома, мечети и дружелюбные местные. Еще немного и границы с Грузией, но мы свернули к этим рельефам, напоминающим фьорды. С утра в них рождаются облака, улетают, а потом солнечный свет помогает местным выращивать фрукты, овощи и, конечно же, чай. Какие огромные плантации чая. И он так вкусно пахнет. Класс. А, я просто тут остался на день и просто дышал этим воздухом. Мы арендовали домик прямо в горах. Как же здесь красиво, у нас вид выходит просто на лес. Арендовать тут домик на пару дней стало лучшим решением. Без шика и блеска, в тесной комнатке, окно с видом на стену из деревьев единственное, что нас интересовало. После всей суеты поездки это спокойствие стало мощной перезагрузкой. Ради этого чувства наш хост переехал из Анталии, продал все имущество и удаленно работает в гармонии с природой. Доброе утро, но все 31 с половиной зуба. Дело в том, что я решил попробовать консервированный мандарин. И половина моей пломбы осталась в нем. Отыскав автобус на самое высокогорное село, мы попытались максимально приблизиться к горе с армянским названием Качкар. Почти в 4 километра она давила на нас своим величием. Каменистая дорога, ручейки и выжженная трава подчеркивали устрашающие пики и склоны. Редактор субтитров А.Семкин Мы встретили мужчину, он со Стамбула, говорит, я здесь был 3 недели назад, опять прилетел. Говорит, очень люблю это место, самые красивые горы во всей Турции. Намного здесь красивее, чем Арарат. Если у Черного моря было беззаботнее лето, то в горах полным ходом шла меланхоличная осень. Количество оттенков красного на листьях просто зашкаливало, а закат сотворил невообразимую магию. Тут без слов, просто смотрите. Вообще для меня весь этот регион и этот поселок Айдер и близлежащие к нему места стали огромным открытием в Турции. Ведь я не ожидал увидеть такое именно в этой стране. Пусть я привыкли к совсем другой картинке. Просто красота. Стоять на вершине и смотреть, как солнце уходит за горы. Черпнув силы у природы, вдохновившись ее красотой, мы готовы продолжать наше исследование. И продолжилась она в столице Турции, Стамбуле. Прекрасные мечети, эти крыши. Как это не столица? А что же столица тогда? Какая Анкара. И продолжилась она в столице Турции, Анкаре. В одном из древнейших изначально греческом городе Малой Азии. Слово значит остановка. Он соединял торговый путь с Европой в Азию. Теперь это экономический центр Турции. Он находится между всеми основными городами. Множество правительственных зданий, мелких и средних предприятий, двух-трехэтажных домиков и пустынные ландшафты создают особый шарм. И жемчужиной этого города является Аныт Кабыр, мавзолей первого президента Мустафы Ататюрка. Этот человек стал настоящим диктатором, объединившим такую разную Турцию после поражения в Первой мировой войне. Поддерживаемый Россией, он истребил множество армян и греков. И жестоким, но действующим националистическим методом сохранил столь большие территории. Для турков он вроде супермена. С момента его смерти каждый год 10 ноября в 9 часов 5 минут объявляется минута молчания. Замирает вся страна, школы, автобусы, поезда и даже вылеты самолетов. В этот день по телевизору идут только передачи о национальном лидере, а развлекательные центры закрываются. Огромный траур. К счастью, нам удалось отлечься от такой потери в огромной, просто космической мечети под молитвы служения. Вау, мечеть Каджетепа в Анкаре самая красивая мечеть, в которой я был когда-либо. Они все какие-то пустые, неинтересные, но здесь я просто чувствовал себя как будто в каком-то космическом пространстве. А пение, пение просто не передать словами, эти вибрации, эти секундные интервалы просто пробирает до мурашек. А после, наблюдая закат на крыше замка под мелодией народных исполнителей, когда я говорил местным о наших планах посетить столицу Турции, они смеялись и интересовались, что же мы там забыли. Но потом, увидев эти кадры, у них отвисала челюсть. Ведь лучшая достопримечательность находится за чертой Анкары. Это горы. Не простые, а разноцветные, причудливые формы. Турки построили гидроэлектростанцию и затопили эту местность. Теперь сюда прилетают мигрирующие птицы и устраивают самые грациозные полеты. Мы надолго залипли в этом месте. Просто ходили между марсианскими холмами, полями растений среди пустыни и усматривались в слои неземных вершин. Если у землян когда-то будет колония на другой планете, то возможно она будет выглядеть так же. Закончить исследование Турции мы решили в Стамбуле, одном из самых населенных городов мира. Стык морей, континентов, культуры, религий, все это про него. Древние мечети, крыши старого города с невероятными видами на Босфор, архитектурная симфония, базары, белье над головой, галатский мост весь в рыбаках, обилие чая, котов, собак, детей, людей. Все это часть 15-миллионного мегаполиса, в котором мы растворились как сахар в чае. Субтитры создавал DimaTorzok Стамбул нереально большой. Он, блин, как отдельная страна со своими городами, районами. Каждый из которых разный и по-своему крутой. Надоел один, едь в другой. Надоела Европа, езжай в Азию. Самый маст-визит это исторический центр Фатих. И круче всего попасть на сложение Вая Софию на рассвете. Я бы посоветовал следовать назов миноретов к намазу, но внутрь пускают только турков. К счастью, меня перепутали с местными, и я внезапно оказался в центре неизвестных для меня обрядов. Это было невероятно. Когда в таком огромном помещении столько людей, что некуда встать. И в этой акустике звучит прекрасный голос молитвы. А люди объединены верой и надеждой. И вдруг вокруг меня все начали опускаться на колени. Я резко падаю, и люди начинают клониться и прижимаются всем телом к земле. Можно сказать, что я был в шоке, но мне даже понравилось. Попасть в Византийский собор на мусульманское служение. И тот момент, когда они просто начали все садиться на колени. Просто невероятным был. Мне тоже пришлось, потому что я в один стоял. И это так интересно. Это такой новый опыт у меня. Необычно. Раньше это было самое большое христианское сооружение. Теперь одна из самых почетных мечетей. И просто прикоснуться к этим древнейшим стенам уже огромная честь для меня. Напротив еще одна невероятная голубая мечеть. Из камня и мрамора. Соединены они огромным парком с фонтанами, хамамами, по которому прогуливались султаны и творили историю. Под парком огромные резервуары, цистерны базилики Византии, где хранилось огромное количество воды на случай осады. А недалеко расположен вокзал, куда прибывал Восточный экспресс, прямо из Парижа. Можно попасть на Гранд Базар и потеряться среди бесконечных рядов одежды, техники и продуктов. Ну, как на Трещинском рынке. А на Египетском попробовать различных восточных сладостей. Обязательно посетить Сулеймания. И рассмотреть все детали прекрасной мечети, в которой похоронена жена султана Роксолана из Ивано-Франковской области. Атмосферно встретить закат на крыше одного из самых старых зданий в городе. Сейчас находимся на крыше очень древнего здания, которое когда-то служило пристанищем для людей, которые с верблюдами проходили шелковый путь. Сейчас так круто на этом безумно старом здании на крыше стоять и смотреть на этот прекрасный Стамбул. Галатский мост не только проведет в Каракей, но и покажет любовь Стамбула к рыбе. Сотни рыбаков каждый день закидывают свои удочки. Десятки котов поддерживают и сопереживают им, а туристы снизу вкушают дары моря в ресторанах. Стильная лестница с уличными музыкантами проведет к Галатской башне, которая внезапно вырастает с уютных узких уличек. Дворец Далмабахчи паразит необычной архитектурой для Востока, похожей на эльфийскую. Квартал Фуризага сквозь антикварные магазинчики проведет к цветочному пассажу с изысканной архитектурой. Следуя за трамваем, зайти в необычный парк Мачка, где живет множество котов, летают попугаи и гуляют местные. Здесь так много котов, что у меня чувство, если я бегу в эту кучку, они просто разлетятся как голуби. Закончить день у мечети Артакей. Можно вообще сесть в катер, не стоять в пробках мегаполиса и поплыть сквозь весь город, сквозь мосты, вдоль мечетей, в обществе грациозных чаек. Например, Варновудкой. Нетуристический район, где живут коренные жители. Удивляться количеству цветов, приветливых людей и огромным кораблям, которые плывут на соседней улице. А можно поплыть в район Балат, зайти в хипстерские кафешки, а на соседних улицах увидеть, насколько бедные могут жить мигранты, как они прячутся от взглядов и как сушат одежду прямо из окон. В районе Кадыкой полюбоваться стильными домами, взять такси к девичьей башне, выросшей из воды, и прочувствовать восторг Айвазовского. Главное не перевозбудиться и не поплыть к ней кролем. В районе Уксюдар походить по склонам с прекрасными домами и взглянуть на Стамбул и Босфорский мост с противоположного ракурса. Либо уплыть далеко от центра к средневековой крепости. Надеюсь, теперь я убедил вас в разнообразии этого города. Но это далеко не все, что может предложить старик Константинополь. Друзья, именно здесь центр самой вкусной уличной еды в мире. Стамбул в пятерке лучших городов с самой вкусной уличной едой. Вот, например, у меня сейчас булка с рыбой, которую поймали где-то тут в Босфоре или в Мраморном море. Жареные каштаны. В Стамбуле на каждом шагу продают каштаны. Вот такие. Их продают не для того, чтобы кидать друг в друга, а чтобы кушать. И они сладкие. Похожи на картошку. В Турции производят очень интересную штуку. Называется дондурма. Похожа на мороженое. Но оно из сахара, мастики и молока. Как будто какой-то йогурт ем. Из-за мастики очень тянется. И самое интересное начинается, когда в пахлаву добавляют дондурму. Ну и горячо, и холодно, и вкусно вдвойне. Невероятно вкусная рыба с пряными специями. Я терпеть не могу рыбу, но здесь, в Стамбуле, в лаваше со специями, я просто не могу наесться. Я кушаю уже второй день подряд. Или можно попробовать такую кукурузу жареную. Гриль. Пахлава. Со хлеб из цветков орхидей. Сзади меня заведение, которое было создано 1864 года. До сих пор они существуют и продают такую вкусную пахлаву. Это просто рай для любителей покушать. В городе находится одно из самых старых заведений. Это Вэфа. Здесь готовят очень интересный напиток. Называется Бозе. Пшеничный такой напиток с манной крупой и с орешками, и с сахаром. Надеюсь, оно вкусное. Очень странно. Кисловатое, сладкое. Просто представьте себе, что этот напиток продают здесь уже почти 150 лет. И там стоит чашка, с которой пил сам этот терк. Просто не понимаешь, как это так. Обычный напиток. Чай был нашим самым близким другом в этой поездке. Мы пили его на завтрак, обед и ужин. Стеклянные стаканчики уникальной формы позволяют насладиться не только вкусом, но и цветом этого напитка. Кофе по-турецки вообще был признан ЮНЕСКО уникальной ценностью. Именно турки подарили Европе этот напиток. Но больше всего меня удивили люди. Их поведение за границей кардинально отличалось от того, что я увидел внутри страны. Каждое утро почти 150 тысяч котов были целой дорожки из корма и питьевой воды по всему городу. В Стамбуле очень много кошек. И связано это возможно с тем, что турки верят, если коты умирают, они попадают в Калаху. И могут замолвить доброе словечко о том, кто заботился о них и кормил. Дворники вместо бурчания пытались помочь пройти, когда видели, как я смотрю в карту. Люди останавливались и приводили собак через дорогу, хотя шли совсем в другую сторону. И на этих выводах мне безумно жаль покидать такую удивительную страну. Ведь я понимал, что еще столько не исследовано, не популяризировано и прекрасного спрятано в огромной Турции. Кроме как восторга от увиденного ничего уже не помещалось в меня. Четыре моря, высочайшие горы и глубокие каньоны, пустынные пейзажи и бесконечные леса, марсианские дороги, вулканы, цветные ландшафты, чайные плантации, города-термитники, храмы в скалах и невероятные мечети. Все это разорвало любые стандарты о Турции в моей голове. Сервис, предоставляемый в отелях у побережья Средиземного моря, на высоком уровне и за умеренную плату. Но вся красота Турции находится за территорией All Inclusive. И турки прекрасно об этом знают. Невероятное развитие внутреннего туризма и любви к своей стране делают из этих людей интересных собеседников, у которых есть чему поучиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok